Фотографии погибших жеребят появлялись на различных сайтах в интернете. Люди не верили своим глазам, пытались выяснить, действительно ли изуродованные болезнями и мертвые животные являются наследием Рязанского конного завода. Для выяснения обстоятельств наша съемочная группа отправилась на предприятие. Директор завода Владимир Храпов в разговоре с нами по телефону на повышенных тонах пытался доказать, что эти фотографии были сделаны не на его предприятии, поясняя, что это уже не Рязанский конный завод, а частные владения, имеющие другое название. Однако фотографии именно этих конюшен и этих лошадей были выложены на странице в группе ВКонтакте под названием «Рязанский конный завод». Это сообщество с 30 ноября было заблокировано администратором, после того, как люди из разных городов массово начали отправлять сообщения в группу, выражая свое недовольство качеством содержания лошадей породы тракен и шетленских пони. На самом деле, во время съемок нам удалось сравнить помещение, изображенное на этих фотографиях с конюшней на Рязанском конном заводе, и найти еще одну мертвую лошадь. Так что сомнений в том, что именно здесь гибнут животные не осталось. А заключение ветеринара есть по павшим лошадям? Они не пали, они уже пали там давно. Это акты составляют хозяева. Вот у вас собака умрет, вы что, пойдете ветеринара вызывать? Вот у меня собачка умерла. Тут то же самое. Акты, да, была одна лошадь, они приезжали, они как бы рыли яму, сожгли труп. Все, как будто утилизировали. Он обязан ее вскрыть на утильзаводе в Рязани. А они говорят, что они не вскрывают лошадей. Ну, плохо, это значит, не дают информацию нам. И сопровождение, они не будут вскрывать, а их, может быть, рабочий будет с нами, наша служба будет вскрывать. Вот смотрите. Оправдываясь тем, что предприятие частное, директор не позволял никому заглядывать за его стены, чтобы увидеть, как живут лошади. Вот приедет зашито животных общество, тебе мало не покажется. Я говорю, что ты довел их до такой степени. Вот так нельзя, я говорю, делать. Приезжай, посидим, поговорим, как дальше работать. Во-первых, как сказали там девчата, которые арендуют коню, эти денники там, вот, с этого февраля прошлого года овес не давали. Ну, это их слова, насколько поверь. Ну, они похожи на то, что они овес не ели, честно сказать, да. А сено тоже желает, как бы, получше. Раскрывали мы там рулон прям с этим-то, этим, как его, конюхом-то. Там одна плесень. Худые, грязные. Шерсть отросла и свалялась. Мышц нет. В хвостах репейник, в гриве навоз. Пьют ледяную воду. Эти лошади живут хуже, чем коровы, хотя тракененская порода создана вовсе для другого. Лошадям нужны ежедневные тренировки, прогулки, витамины. А в последнее время здесь работают только два конюха из ближнего зарубежья. Не способные даже очистить денники от навоза. По некоторым данным, один из них не получает зарплату на протяжении четырех месяцев. Из-за этого не может вернуться домой. В прокуратуре Рыбновского района по многочисленным сообщениям средств массовой информации о том, что в ООО «Рязанский конный завод гибнет уникальная порода лошадей» организована проверка. Проверка проводится с привлечением специалистов Главного управления ветеринарии Рязанской области на предмет соблюдения правил сбора и утилизации биологических отходов, а также содержания животных. Кроме того, по поручению прокурора района отделом органов внутренних дел по Рыбновскому району проводится проверка в порядке статей 144-145 УК РФ на предмет наличия признаков преступления предусмотрена статья 245 УК РФ, то есть жестокое обращение с животными. Во время прокурорской проверки директор завода Владимир Храпов переводит стрелки на единственный в России институт коневодства, расположенный в километре от предприятия, заявляя, что все погибшие лошади – дело рук работников института. Кроме того, Храпов раскидывается заявлениями о том, что сдаст всех этих лошадей на убой. Он отказывается их продавать и не принимает никакую помощь. У меня корма в избытке, мне кормов не надо, а в лошади старые, им по 26 лет, им кобылам, сусури, и от каждого лошади все нормально. Жеребята тоже тоненькие, худенькие. Ну это старые кобылы, по-первых. Жеребята. Ну это старые кобылы. Сейчас некоторые заводчики уже настроены перекупить лошадей даже с бойни. В отличие от хозяев Рязанского конного завода, они понимают ценность 60 голов, которые здесь живут. В России существует не более 300 тракененских кобыл, которые могут давать чистокровное потомство. 20 из них здесь. Лошадь похудеть может очень быстро, без кормов, но восстановить ее потом очень долго. Восстанавливать надо. Полгода, как минимум, наверное. Месяца три. Некоторые лошади жеребые. И несмотря на то, что по последним данным директор Рязанского конного завода обеспечивает лошадей кормом, вряд ли у владельцев предприятия появятся средства и желание привезти животных в полный порядок. Надежда остается только на новых инвесторов, которым не безразлична эта порода. Если изменить ситуацию сейчас, то уже через пару лет эти лошади могут принести хороший доход владельцу и массу положительных эмоций. Вот так они могут выглядеть при правильном уходе. Подтянутые, лоснящиеся, смелые, спортивные, игривые. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».